Ты жирная, страшная... Да, безобразно выглядите, дура. Вас неоднократно задерживала полиция. Я в своей жизни залезала в форточку один-единственный раз. Это не история о насилии, о котором вы рассказывали. Это огромная травма для ребенка, когда к нему пристает дроз. А у вас онлайн-уроки стоят серьезных денег. А нас не смущает, что я за пост в Инстаграме беру 300 или 500 тысяч? Если женщина зарабатывает 25 тысяч рублей, это ее выбор. Если мужчина не может заработать деньги, мне кажется, с ним что-то не так. Руководство Татлера вы простили? Больше не дружим. А Ксению Собчак? Иди в жопу. Давайте поговорим о вашем замечательном супруге. Если ты не можешь мне этого обеспечить, у нас не получится отношений. А снижать свой уровень я тоже не буду. Вы считаете его талантливым писателем? Безусловно, он не гений. Закрытие бренда Александр Тереков – это было интуитивное решение? Он сказал, я не могу вернуться. Давай мы не будем тебе платить зарплату. А как вы думаете, откуда вообще столько ненависти? Почему вообще столько критики? А не страшно было ко мне идти? Слушайте, все, я больше не могу. Оксана Лаврентьева – бизнесвумен, владелица модных брендов, инвестор журналов Esquire и Harper's Bazaar. Жена писателя Александра Цыпкина. Оксана, очень приятно видеть вас в моей студии. И мне очень взаимно приятно. А не страшно было ко мне идти? А почему нужно было бояться? Ну, не знаю, такое шоу, попсовое, народное там. Я задаю прямые вопросы, бывает. Знаете, я люблю прямые вопросы. И вообще, в целом, я считаю, что если шоу ненародное, зачем оно нужно? Вот классно, мне такая позиция нравится. Вот, Оксан, вы своеобразная ролевая модель для огромного количества женщин. Они вами восхищаются, они пишут вам комментарии. Хейтеров у вас полно? Ну, уже почти не осталось. Всех заблокировала. Ну, это все признаки успешного человека, который является образцом для подражания, для, может быть, зависти, ненависти. Вот вам такое определение самой нравится, ролевая модель? Ну, вы знаете, наверное, я к этому стремлюсь, к тому, чтобы быть ролевой моделью. И, конечно, мне это нравится, да? Потому что, собственно, все, что я делаю, я делаю на публику, я не делаю это скрыто. Я думаю, что любой человек, который хочет, чтобы его видели, хочет быть ролевой моделью. Но ролевая модель, я подразумевала еще то, что вы сейчас занимаетесь активно коучингом. И существуют ваши курсы. Расскажите... Курсов пока нет, есть только индивидуальная работа. Да. Вот расскажите, чем вы делитесь там с женщинами, девушками? Вы знаете, это, во-первых, от клиента к клиенту очень разная работа, потому что, конечно же, я могу через свой опыт или через свой пример что-то сказать, да, что вот у меня в жизни было так-то, так-то, и это привело к тому-то, к тому-то, да? Или вот я на своем опыте попробовала это, и теперь я чувствую себя вот так. Но, скорее, моя работа состоит в том, чтобы не делиться чем-то, а чтобы человека услышать и понять, например, где противоречия в его запросе, да? Почему... что он сам не видит? Потому что люди очень часто не могут посмотреть на себя со стороны. Вот вроде бы так банально, но в то же время это происходит с каждым человеком, да? Что вот мы где-то там бьемся в своей какой-то проблеме, и мы не выйдем выхода, хотя он вот прямо перед нами, и человек со стороны может этот выход увидеть или увидеть противоречия, которые происходят, и ты понимаешь, что имея это и это, то, что ты хочешь, невозможно. Надо либо туда, либо сюда. Да, и я человек, который может помочь эти противоречия увидеть. А вот на какие знания вы опираетесь? Из-за этого, получается, вы просто психолог. Знаете, я не могу сказать, что я просто психолог, во-первых, потому что я не психолог, да? У меня есть психологическое образование, я по образованию психоаналитический бизнес-коучинг. Вот. Но в итоге, конечно, я не занимаюсь только бизнес-коучингом, и я не занимаюсь психоаналитическим, более того, бизнес-коучингом. Я думаю, что просто все, что я за жизнь узнала, как-то скомпилировалось, скомбинировалось, и, наверное, сейчас это ни на что не похоже, нельзя назвать каким-то определенным названием. Это просто коучинг от Оксаны Лаврентьевой, или менторинг, что-то такое, наверное. Вы можете писать типичный портрет человека, который к вам обращается, который хочет попасть на ваши онлайн-уроки, пообщаться с вами? Типичный портрет и типичные проблемы. Запрос. Смотрите, как бы мои хейтеры, конечно же, мне все время пишут, ну, наверное, приходят какие-то скучающие рублевские домохозяйки, которым нечего делать, и они хотят, как Оксана. Вот. Но в реальности это вообще не так. Портрет клиентов очень разный. То есть это начиная от подростков, которые ко мне приходят. Подростки? Подростки, да. Знаете, для меня это огромная честь и огромный вызов. Ну, потому что доверие подростков заслужить, это так, знаете, надо что-то очень правильное делать, чтобы заслужить доверие подростков. Вот. И ко мне приходит очень много женщин. Наверное, руководителей компании очень много. Много, кстати, женщин в декрете, которые, например, не хотят выходить на свою прежнюю должность, хотят какое-то начать свое дело. Вот таких очень много. Очень успешные женщины, которые одни и не знают, где встретить, как встретить и что должно произойти. И с расширением ко мне приходит очень много. То есть вот все есть, все круто, хочу больше. То есть, собственно, запроса три. Как личная жизнь, все поменять и расшириться. Расшириться? Это что? Ну, например, вот вы сейчас, не знаю, зарабатываете миллион рублей в месяц, предположим. А хотите 10. И вы не понимаете, вот как из состояния миллиона перейти в 10. За этим ко мне приходят. А как из состояния миллиона перейти в 10? Ну, во-первых... Запишитесь. Слушайте, я могу, да, записать короткую инструкцию для всех, как состояние, там, не знаю, 100 тысяч рублей перейти в миллион, или из миллиона в 10, или из 10 миллиона в 100. Нужно высвободить энергию для того, чтобы пустить ее на свое расширение. И люди этого тоже зачастую не понимают. Они говорят, ну вот у меня нет в сутках больше часов, или там у меня нет сил. И это может быть миллион разных вещей, которым ты можешь высвободить энергию, начиная от того, что ты перестанешь делать то, что у тебя энергию забирает. И очень многие не могут себе это позволить. То есть я знаю там огромное количество женщин, которые все делают сами, несмотря на то, что у них есть уже деньги на домоработницу, на няню, что могут помочь муж, или могут посидеть подруги. И не знаю, даже если нет денег, всегда есть кто-то, кто может тебе помочь. Но очень многие наши женщины воспитаны вот в этом ощущении, что ты все должен делать сам, что ты не умеешь права жаловаться, и что это нормально все делать самому. У них даже не приходит в голову идея, что можно вообще там 14-летнего подростка, например, сказать, слушай, давай за продуктами в магазин сходи. Они говорят, ну как, ну он же мальчик, ну он должен учиться, почему я должна это делать. Ну то есть это такие очевидные вещи, которые люди иногда не видят сами. Вот сначала перестать делать то, что отбирает энергию, и попробовать это куда-то распределить на других. Свалить на кого-нибудь. Проще говоря, да. Начать больше делать вещей, которые тебе энергию приносят, и которые доставляют тебе удовольствие. То есть очень часто такое бывает, что человек спрашивает, а вот что тебя вдохновляет, что тебе приносит удовольствие. Выясняется, что человек делает это раз в год. То, от чего он больше всего кайфует, он позволяет себе делать один раз в год. Ну поездка, например, куда-то, на которую он копит целый год. Это не обязательно касается денег. То есть это могут быть какие-то, не знаю, грибы человек любит собирать, ну, понимаете ли, там марки, не знаю, сидеть, разбирать. Сейчас это глупый пример. Это может быть что угодно. Человек просто этим занимается по остаточному принципу. Он как бы не планирует удовольствие в свой дневник. А я, например, людям предлагаю эти удовольствия реально планировать. Что ты там три раза в неделю, я не знаю, ходишь в такое-то кафе, которое тебе нравится, ешь вот этот десерт. Там, я не знаю, раз в месяц ты с подругами, там, не знаю, идешь в баню. Я имею в виду, если тебе это дает силу и энергии, ты это прям планируешь и заносишь в календарь. Потому что люди заносят в календарь все, что угодно, кроме того, что им по-настоящему нравится. Вы в цифре, я в цифре, вы смотрите меня в цифре. Все вокруг стало диджитал. И это неумолимая поступь прогресса. Даже если вы фермер или токарь на заводе, вы все равно внутри цифрового мира. А ему, этому миру, нужны, соответственно, специалисты нового формата. Мне повезло с профессией, но если вам кажется, что вы не на своем месте или на своем, но его скоро захватит какой-нибудь робот с искусственным интеллектом, то пора осваивать что-то новое. Да и вообще, в современном мире считается нормальным в любом возрасте в любой момент взять и поменять сферу деятельности. Но сначала надо понять, куда идти и кем стать. С первым вопросом я вам помогу. Идти надо в Нетологию. Это образовательная платформа со множеством онлайн-курсов, позволяющих с нуля войти в полсотни максимально востребованных профессий. Причем это не просто какие-то онлайн-гуру, а полноценное учебное заведение с государственной лицензией. В конце обучения вас ждет удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. А на второй вопрос, кем стать, ответ надо искать на бесплатном онлайн-курсе Нентологии. Digital Start. Это видеоуроки и вебинары, которые помогут вам сориентироваться в многообразии диджитал-профессий и понять, что диджитал – это совсем не только странноватый сосед-программист. Чем UX-писатель отличается от UX-дизайнера? Сколько можно зарабатывать, если вам просто нравится общаться в соцсетях? Насколько востребовано умение хорошо рассказывать истории? Вопросов много, и ответы на них есть в этом базовом курсе. С вами будет работать карьерный консультант, который поможет вам сделать первый правильный диджитал-шаг. Плюс вы получите доступ в закрытые комьюнити студентов и экспертов, где участники общаются с наставниками. А среди самых активных участников курса разыгрывается грант на обучение в Нотологии, а также персональные карьерные консультации. А когда определитесь с направлением, не забудьте вернуться ко мне на YouTube и посмотреть в описании промокод на 40-процентную скидку на любой из почти сотни курсов Нотологии. Только не откладывайте в долгий ящик. Промокод работает до конца мая. Вот все эти вещи, которые вы говорите, очень похожи на тезисы из марафонов желаний. Серьезно? Я просто не проходила ни один марафон желаний. Есть марафон желаний, там Елена Блиновская, там еще кого-то. И вот это все очень похоже. Выбросите там из квартиры ненужные вам вещи, позволяйте себе делать что-то, и ваше желание исполнится, и прочее. Но, смотрите, это, во-первых, не все, что я делаю, я только начала. Но в чем разница? Там-то подешевле заходы в эти марафоны желаний. А у вас курсы, онлайн-уроки стоят серьезных денег. Я прочитала у вас же, что они стоят 70 тысяч, а потом... Теперь 100 уже, да. Теперь 100 повысили. А что там добавилось за 30 тысяч? Слушайте, ничего не добавилось. Добавилось то, что я понимаю, что я очень много сейчас на это уже трачу времени. Наверное, больше, чем я могу себе позволить, потому что у меня все-таки еще есть бизнес, и я должна уделять им время. И я должна вообще вот тем, чем я занимаюсь за 100 тысяч рублей в час, заниматься со своими сотрудниками. И это будет гораздо для меня более эффективно и прибыльно. Но мне нравится очень эта работа. Во-первых, это огромное количество новых людей, очень интересных, с которыми иногда даже мы становимся потом друзьями и приятелями. во-вторых, это невероятно развивает меня, потому что, представьте, каждый раз новый человек, я с каждым новым человеком должна за секунды найти контакт, понять, чего он хочет, ему помочь, потому что психолог, например, если ты к нему приходишь, он тебя всегда будет, скажем так, настраивать на терапию. Ни один психолог не поможет за один сеанс. Ну, так просто не бывает. Я должна за один сеанс обязательно дать результат, потому что человек... У меня бывают люди, которые копят на мой коучинг. То есть они приходят в следующий раз через полгода. И я должна за полгода выдать результат... Ой, за час выдать результат и должна помочь. Поэтому, представляете, какая это должна быть у меня креативность, собранность и... А всем помогаете вот за час? Или были какие-то жалобы все-таки? Слушайте, ну, жалоб не было. Была одна женщина, которая пришла и сказала, что она много ко всем ходила, и ей никто не помог. И в конце она сказала, ну, и вы не помогли. И тут было как бы понятно, что человеку в принципе невозможно помочь, потому что он вообще идет с настроем, что ему никто не может помочь. Вот. И я считаю, что вообще помочь можно только человеку, который хочет, чтобы ему помогли. Деньги обратно не просила? Нет. Я бы, кстати, наверное, вернула бы в таком случае. То есть для меня это несущественные деньги. Ну, про деньги на самом деле я упомянула, потому что ведь ставя такую высокую цену на онлайн-уроки, вы отсекаете огромную аудиторию. Конечно. А вот вы это сознательно делаете? То есть вы хотите иметь дело только с обеспеченными людьми, которые нуждаются? Ну, вы знаете, во-первых, я беру бесплатно одного человека в месяц, всегда делаю розыгрыши, беру одного человека бесплатно, и я всегда настаиваю на том, что я беру тех, кто вообще не может заплатить эту сумму, даже близко. То есть если человек там может накопить, условно, то я тоже не хочу его благотворительно брать. Это неправильно. Я не могу сказать, что мне интересно общаться только с обеспеченными людьми, но, знаете как, я просто посидела и подумала, за какую сумму я не буду чувствовать, что я все время занимаюсь благотворительностью. Ну, потому что, понимаете, как бы все время заниматься благотворительностью, это, конечно, очень красивая цель, но через какое время ты скажешь, слушайте, все, я чувствую себя высосанным, я больше не могу. То есть я хочу, чтобы это был все-таки взаимообмен. И вообще я считаю, что платить деньги это очень правильно за услуги и неправильно получать их бесплатно или по сниженной цене. Потому что я отдаю свою энергию, человек отдает мне деньги. Это равный обмен. Если я отдаю свою энергию, он отдает мне вот столько денег, получается, что я отдала и ничего в ответ не получила. Ну, как бы, я не очень верю в такие обмены. Что делать женщинам, которые не могут себе позволить уроки от вас, но очень хотят приблизиться к вашему уровню, статусу? Вот, может быть, вы им какие-то советы дадите? Что еще им может помочь? Смотрите. Они хотят, как Саня Лаврентьевна. Ну, нет, у них 100 тысяч рублей. Так, пожалуйста, я же веду прямые эфиры, даю кучу там всякой информации. Во всех моих постах есть много информации. Вот здесь тоже вопрос, а почему вам нужно лично именно ко мне? Вот зачем? Есть миллион специалистов за 5 тысяч рублей, которые вообще ничем может быть не хуже, просто у них другой опыт, другой статус и так далее и тому подобное. Если вам надо именно ко мне, значит, тогда платите столько, сколько это стоит. Это же, мне кажется, нормально. Копите. Копите, да. Ну, я тоже, кстати, не понимаю, зачем копить. Если для тебя эта сумма неподъемная, иди туда, где тебе по твоим возможностям. Ну, это более правильно, Ну, марафон желаний. Да, почему нет? За 6 тысяч рублей. Елена Блиновская, прекрасно. Я с ней общаюсь. Ну, так я ее лично не видела никогда. Мы с ней общаемся в Инстаграме, переписываемся. Она, мне кажется, чудесная. А вы проходили ее марафон? Нет, не проходила. А почему? Интересно. Слушайте, ну, у меня нет потребности, наверное, проходить никакие марафоны, потому что я общаюсь со своими наставниками. Тет-а-тет-а, я не общаюсь с ними в группе, да. И это тоже, кстати говоря, очень дорого стоит. Потому что, конечно же, когда ты получаешь вот так какие-то знания, ну, это огромная разница. Когда человек там, лично под тебя, да, какие-то вещи делает, а не групповые. Ну, вы вот упомянули, что общаетесь с той же самой Блиновской. А вот то, что она делает, как вы это вообще оцениваете? Многие ее упрекают в том, что это вообще все разводки, афера, и высылает она там какие-то сообщения стародавние, которые записаны, ну, когда она инструкции какие-то распределяет между людьми, которые ей платят. Вот вы вообще интересовались это когда-то? Что там делали? Знаете, я не интересовалась, но я цинично в таких случаях считаю, что лучший судья это кассовый аппарат. Если человек зарабатывает деньги, значит, кому-то это нужно. Если людям это нужно, значит, это приносит результат. А завистники всегда будут, тем более, когда человек зарабатывает столько. Как вы думаете, почему столько критики в адрес этих бесконечных марафонов от звезд, гайдов, каких-то онлайн-школ и прочего? Слушайте, а почему вообще столько критики? На все? На все, что только возможно. Ну, аргументы я-то могу сказать. Какие? В том, что те же самые селебрити и звезды сами ничего, собственно, не изобретают, ни на какие знания не опираются, собирают все это по интернету. Более того, пользуются услугами неких агентств, которые просто им сами сочиняют вот эти вот гайды, платят им за имя, а потом делят... Но вообще, вы знаете, вот очень часто, например, меня критикуют, что я капитан очевидности, что то, что я пишу, это и так очевидно. Но я считаю, что как раз правильно скомпилировать знания, которые ты получил, а особенно передать их своим языком, когда ты их уже прожил, и чтобы это чувствовать, что это не просто какие-то слова услышанные, что правда то, что ты сам пережил, это тоже талант, и донести простым языком. И поэтому у меня такие там преданные подписчики, у меня не миллион в блоге, но по статистике, да, по... как это называется? По вовлеченности людей у меня... Вовлеченность у меня такая, как будто бы у меня 2 миллиона. То есть по комментариям, по лайкам, перепостам и так далее, и тому подобное. А, ну, значит, людям нравится то, что я делаю, значит, они вот и верят. Ну, иначе зачем? Главное, чтобы люди верили. Ну, слушайте, знаете, как люди верят, когда есть результат. От того, что... Я думаю, что Блиновской вряд ли бы верили, если бы не было результата. У вас огромное количество хейтеров. Я знаю, что... Вернее, я не знаю, я с удивлением читаю и смотрю, как вы с ними интересно очень общаетесь. Точнее, не общаетесь. В общем, расскажите, как вы относитесь к хейтерам, потому что их у вас, несмотря на внешний вот такой милый вид, почему-то очень много. Ну, их на самом деле очень понятно, почему очень много, потому что, вот если взять, как бы, любую девушку, такую, как я, да, которая живет в достатке, там, все у нее есть, все удается, у нее всегда обычно есть какой-то очень яркий талант. Или безумно красиво, не знаю. Или, там, она очень умна, или еще что-то. Я такой внешний абсолютный середнячок, по которому совершенно непонятно, а за что, в принципе, вот это все, как бы, у человека есть. Поэтому это у людей вызывает, я думаю, очень большую агрессию. Потому что все привыкли думать, что чтобы что-то иметь, нужно иметь какую-то очень неординарную причину для этого. А вы заходите на их профили, когда они вам пишут, вот, чтобы посмотреть. Вот, вы же сделали вывод, что кто-то, кого-то раздражает там, да? Мне неинтересно сейчас, но я могу рассказать эволюцию, как это все было. Очень интересно. Значит, сначала, когда я начала вести Инстаграм, и мне начали писать, причем, ну, люди пишут реально неадекватные вещи, очень жесткие бывают. Сначала я пыталась как-то вежливо отвечать. Потом я решила отвечать с юмором. Потом я начала хамить в ответ и очень жестко отвечать. Прям очень. Пару раз было такое, сейчас я этим не горжусь, что там, например, женщина мне написала, ну, вы же понимаете, что вы там ужасно выглядите. Ну, что это такое? Я говорю, знаете, я зашла к вам в профиль, посмотрела на вас. Полюбовалась. Да, и вот, что я хочу... А, и вы... А, она, типа, вы должны нормально относиться к критике, потому что у вас открытый профиль. Я писала, знаете, у вас тоже открытый профиль. Я зашла, и вот раз, два, три, четыре, пять, почему вы там безобразно выглядите, дура, и так далее, и тому подобное. И все мои, как бы, фолловеры на нее накинулись и начали ей писать тоже там всякие гадости. Через 15 минут она закрыла профиль, а мне написала в личку, Оксана, я все поняла, спасибо. Ну, то есть до этого она считала, что раз у меня открытый профиль, то мне каждый может прийти и написать все, что угодно. после того, как все написали ей, она, собственно, поняла, что, наверное, это все-таки чуть-чуть не так. Я говорю, сейчас я этим не горжусь, я считаю, что это неправильно, и я просто блокирую, молча вообще не вступая ни в какие перепалки. Но ведь блокировать, это тоже реакция. Вот я, например, когда мне пишут, кого-то заблокирую, они потом делают левый аккаунт, еще друг другу пересылаются, посмотрите, она меня заблокировала. Ну, ради бога. Я ее вот достала. Им кажется, наверное, что блок это слабость, и я считаю, что слабость это терпеть, когда с тобой кто-то делает то, что тебе не нравится, и позволять им это делать на твоей территории. И мне, например, очень нравится, что в моих комментариях нету спама вообще. Вот вы заметите, там нет никогда рекламы, нет никакого спама, и нет таких вот ядовитых комментаторов. Вы вручную чистите? Да, я вручную чищу сама. Мне причем, знаете, доставляет даже удовольствие. Но когда вы чистите, вы, получается, все читаете, весь этот мир. Я просто произношу про себя мантру «Иди с миром», «Иди с миром», «Иди с миром», «Каждому», да. То есть я, когда буду читать там «ты жирная, страшная». Да, «Иди с миром». «Иди с миром», «Иди с миром». Нет, раньше я говорила «Иди в жопу», сейчас я говорю «Иди с миром». Да, интересный подход у вас. А как вы думаете, откуда вообще столько ненависти? Ну, слушайте, люди несчастные, люди бедные, несчастные, недолюбленные, больные, вообще все что угодно. Просто почему это должно иметь отношение ко мне? Если я раньше брала это все на себя, мне казалось, что это, наверное, что-то со мной не так. Сейчас я понимаю, ну, как бы, со мной все так, что-то не так с ними, почему меня должно это трогать? Может быть, их раздражают еще некоторые ваши высказывания, убеждения, которые... Конечно. Вот меня, например, удивило одно из них. Если женщина живет в провинции, зарабатывает там 25 тысяч рублей, это ее выбор. Конечно. Ну, это же так. Ну, разве нет? А что ей нужно сделать для того, чтобы изменить выбор? Смотрите, я думаю, что давайте, вот если мы берем абстрактную женщину, которая сидит в провинции и зарабатывает 25 тысяч, мы не можем сказать, но мы можем сказать каждой конкретной женщине, которая сидит и зарабатывает 25 тысяч. А возможно, это ее выбор, и он ей нравится. Но зачем тогда писать, как вам не стыдно брать 100 тысяч, я зарабатываю 25? Не зарабатывайте. Можете вообще не зарабатывать. Можете зарабатывать больше, можете переехать из своей провинции, можете найти богатого мужика. То есть вариантов миллион. Оксан, вы ведь тоже далеко не из богатой семьи. Ну, я бы сказала, из бедной. Да, я читала вашу историю и о том, как вы начинали, как вы много через что прошли. Вот скажите, какой выбор вы сделали в определенный момент? Вот что было решающим? Я могу вам сказать, что было решающим. Решающим было рождение ребенка. Наверное, до появления Алины меня вообще деньги, честно говоря, вообще никогда особо не интересовали. Ну, то есть я никогда не выбирала, скажем так, мужчин, исходя из того, богаты они или нет. После этого, как у меня появился ребенок, я поняла, что ее отец не может дать ей то, что ей нужно. Я, наверное, поняла, что для меня в мужчине прежде всего, для меня в мужчине стало самым главным то, сможет ли он меня поддержать, сможет ли он мне помочь, сможет ли он обеспечить моему ребенку нормальную жизнь. И я смотрела на мужчин, исходя только из такой точки зрения. И я не считаю это неправильным. Я считаю, что вообще-то женщина и должна мужчину выбирать, исходя из того, может ли он ее поддержать, ее детей и ее семью. Это нормально абсолютно. То есть правильный выбор женщины, которая хочет что-то изменить, это мужчина, который... Нет, конечно. Она должна и сама тоже пытаться что-то изменить. Просто когда у меня был грудной ребенок на руках, самой что-то изменить мне было трудно. И в тот момент это был правильный выбор. Но сейчас бы я бы любой женщине, у которой нет малолетних детей, посоветовала бы получать образование и получать достойную профессию. Но тем не менее всегда выбирать мужчину, который может, если что, тебя содержать, одеть, обуть и так далее и тому подобное. Я считаю, что мужчина должен это делать и это совершенно нормально. Мне не нравится то, что сейчас пропагандируется, что как бы... А как же любовь? Какое это имеет значение? Имеет? Но это получается жертва. Почему жертва? Ну, если нет любви, вы просто выбрали себе мужчину, А кто сказал, что нет любви? А разве если ты выбираешь мужчину, который тебя может поддержать, это априори говорит о том, что ты не будешь его любить? Ну, представим, что нет любви. Есть 10 мужчин, из них 5 может поддержать, 5 не может. Из этих 5 выбери того, кого ты полюбишь. Нет, значит, следующие 10. А эти уже заведомо, да, бракованные варианты? А эти заведомо бракованные для тебя варианты. Но для меня, во всяком случае, это так. Если мужчина не может заработать деньги, мне кажется, с ним что-то не так. Как и с женщиной, кстати. Оксана, у вас были какие-то вещи, которыми вы жертвовали ради успеха? Ну, слушайте, любой человек, вы разве не жертвуете чем-то ради успеха? Ты жертвуешь сном, жертвуешь развлечениями, жертвуешь, не знаю, ничего не деланием, жертвуешь, наверное, каким-то общением, которым ты могла бы, не знаю, ты все равно выбираешь, наверное, людей, круг общения, дела, которые приносят результат. Мне кажется, это нормально. Если ты хочешь результата, ты должен чем-то жертвовать всегда. А были ли поступки, о которых вы жалеете, за которые может быть стыдно? Вы знаете, я всегда считала, что я ни о чем не жалею, и мне ни за что не стыдно, потому что, если я делаю ошибки, я их исправляю, я их не повторяю. Недавно я подумала, что мне жалко некоторых вещей, но их невозможно изменить, поэтому это, в принципе, бессмысленно. Каких? Ну, слушайте, мне жалко, там, например, в том числе какого-то неправильного выбора мужчин, который у меня был, например, совсем в юности. Например? Ну, про отца своей дочери, говорите? Нет, слушайте, как я могу жалеть об отце своей дочери? Какой бы он не был, хороший или плохой, и не был бы моей дочери, если бы не было бы такого отца. Ну, у меня были до него там разные варианты, может быть, не самые успешные. То есть вы его встретили в 15 лет, если я не знаю. В 16 я его встретила, да. То есть это был не первый человек ваш, не первый мужчина до этого. А почему вы так вот, мне очень интересно, вы ушли из дома, да, в 16 лет? Где-то даже пораньше, примерно, да. И вы рано стали взрослой, я так понимаю? Очень рано стала взрослой. А вы помните своего первого вот мальчика? Конечно. Вот, возможно, о нем я и жалею очень сильно. А почему, при каких обстоятельствах? Ну, слушайте, он был такой, скажем так, не очень позитивный человек. Не очень позитивный? Не очень позитивный, нет. Я жалею о том, что мне пришлось, наверное, это пережить, но, может быть, там я была бы чуть-чуть другим человеком. Но, с другой стороны, мне очень нравится, как я сейчас, я не хотела быть кем-то другим. Поэтому такая жалость, знаете, ну, может, минутная, накатила. Но, в целом, я вообще не жалею ни о чем. Это не история о насилии, о котором вы рассказывали пережитого в детстве? Нет, это была прям первая любовь. А отразилась вот эта история именно с насилием на вашей последующей жизни? Слушайте, во-первых, я не писала, что меня изнасиловали. Давайте так. Я написала, что ко мне приставал друг моего отца. Про насилие я не сказала ни одного слова. Я сказала про то, что он приставал. Конечно же, это на мне отразилось. Ну, я это, наверное, осознала, будучи уже взрослым человеком, что на мне это отразилось. Конечно же, в 12 лет я вообще ничего не поняла. Мне казалось, что никакой травмы нет. Сейчас я знаю, что это огромная травма для ребенка, когда к нему пристает взрослый. Вы рассказывали о ней своим родителям? Нет, конечно. У меня даже мысли такой не было. Вы скрывали? Ну, я не то, что скрывала, я просто, мне не пришло в голову, что об этом нужно рассказать. И это тоже, я думаю, очень неправильно. А вот этот человек, это был друг отца, сейчас он где? Он жив? Я вообще без понятия. Мне не интересно это узнавать. Я, на самом деле, читала еще разные истории о вашем детстве. Да. Хулиганском. Да. И даже, по-моему, в каком-то расследовании о вас я читала о том, что вас неоднократно задерживала полиция питерская. Это неправда. Меня никогда не задерживала полиция ни одного единственного раза. Но вот тот молодой человек, с которым у меня была первая любовь, он сидел в тюрьме, и я проходила свидетелем по многим делам. Это правда. В одном из расследований я узнала о том, что вы неоднократно привлекались питерской полицией за какие-то нарушения закона, и вас даже называли юной форточницей. Что это была за история? Во-первых, никогда такой истории не было. Меня никогда не привлекали, как я вам уже только что сказала. Я проходила свидетелем. Вот как раз в связи со своей первой любовью. И то я была свидетелем, скажем так, событий, которые случились после того, как мы с ним расстались. Я просто случайно оказалась свидетелем. Потому что мы жили в одном районе, ну и все было там, собственно, рядом. А по поводу форточницы я в своей жизни залезала в форточку один-единственный раз. И это была форточка моей квартиры. Просто в этом как бы расследовании, которое было, скажем так, вот в этом деле, которое было, там этот эпизод упоминался. Я думаю, что человек, который проводил расследование, он, я думаю, слышал много слухов, но не знает, о чем они. И просто для красивого словца привел такой аргумент. А что это все-таки было за история, по которой вы проходили свидетелем? Ну, там была большая история про банду, которую грабила. Вот. И там в одном из эпизодов я оказалась свидетелем. Случайным. И вот этот молодой человек, ваша любовь... Это была моя первая любовь, да. Он участвовал в этой банде. Вам было... 14. А ему? 18. То есть вы знали, чем он занимается и продолжали с ним встречаться? Это случилось после того, как мы расстались. Но при мне там тоже какие-то были вещи, да. Но... Мне было 14 лет, и я была ребенком. А ваши родители были в курсе того, с кем вы встречаетесь, кто этот человек? Ну, учитывая, что я, наверное, не жила там почти все время дома уже в это время, они были в курсе, но они мало что могли с этим сделать. Вы просто, наверное, плохо представляете окраину Питера, 14 лет, как можно вообще контролировать ребенка, нет ни мобильного телефона, вообще ничего. То есть он хочет как бы не жить дома, он просто не будет. А почему вам не хотелось жить дома и не побыть домашней девочкой, например? Ну, такая обстановка у меня дома была, не домашняя. Неблагополучная семья? Ну, вы же, наверное, читали в моих постах. Сейчас вы часто вспоминаете то время? Вы знаете, нет. Я его перестала вспоминать. Я, наверное, раньше часто его вспоминала, потому что мне надо было это переработать, пережить. Сейчас я просто, знаете, к этому отношусь так, что это прошлое для меня больше вообще не существует. Его нет. Оно меня абсолютно не сковывает, не держит, мне не стыдно, не жалко. Вот я говорю, что там была недавно минутная какая-то мысль. И, ну, как бы оно было таким, каким было. Но сейчас-то не имеет никакого отношения. Поэтому какая разница? А вы выработали такое отношение к прошлому благодаря каким-то вот своим... Я знаю, что вы духовными практиками. Ну, я много занималась тем, чтобы выработать такое отношение и чтобы эти травмы переработать, исцелить. И, собственно, поэтому я занимаюсь коучингом, потому что я знаю, как эти травмы исцеляются. Я знаю, как они могут людям портить жизнь. Очень интересную вещь я вас прочитала про аскезы, которые вы проходите, и благодаря которым забываются желания, и благодаря которым вы избавились от... Как вы написали? Я научилась прощать. Раньше я не прощала в работе? Нет, так и не было. Написано, что я благодаря аскезам начала прощать. Нет, это не связанные вещи абсолютно. Я думаю, прощение это отдельно, аскезы отдельно. Аскезы это отдельно. Это к исполнению желаний. А все-таки вот про прощение. После чего вы научились прощать? Ну, собственно, после того, как я очень много занималась с психологом, и, наверное, самым первым и самым главным было простить отца, потом уже как-то стало легче прощать всех скопом после этого. Скопом? Да, всех. Давайте тогда по порядку, кого вы простили? Руководство Татлера вы простили? Да, абсолютно. Мы с Ксенией встречались, общались, и сейчас мы с ней не дружим, как раньше, но мы в приятельских отношениях. А Ксению Собчак? И с ней мы тоже встречались, общались, и мы тоже сейчас больше не дружим, но мы нормально общаемся. С Михаилом Друяном я тоже общалась, встречалась, и с Константином Богомоловым в том числе. А как они отреагировали, когда вот они, наверное, все между собой обсудили, что, посмотрите, Оксана Лаврентьева всех простила? Хотя раньше ведь вы делали очень такие... Я просто прочитала про то, как после скандала с этим фильмом Богомолова, после этого, не знаю, вы камня на камне просто не оставили от Татлера, от Канденаста. Слушайте, но, знаете, я вообще не жалею о том, что я так сделала, потому что в тот момент для меня это была самая адекватная реакция. И то есть это еще как бы 5% от того, что мне хотелось сделать, от того, что происходило у меня в душе. Слушайте, мне хотелось просто их всех загнать в яму, взять автомат и сделать вот так вот. То есть если бы у меня была такая возможность, наверное, я бы этого не сделала, но мне очень хотелось. Это настолько была сильная обида и рана. Слушайте, это была не обида, это был гнев. Я вообще редко обижаюсь, я скорее злюсь обычно. Злилась и обижалась, и злилась, и гневалась раньше, сейчас нет. Кто самый страшный обидчик в вашей жизни? Был, не знаю, жив он? Я вообще сейчас к этому так не отношусь. Я очень пересмотрела свое мнение на врагов. Я абсолютно убеждена, что каждый человек появляется в нашей жизни для того, чтобы нас чему-то научить, как бы это ни звучало, знаете, эзотерически. Я абсолютно убеждена, что это так. И сейчас, когда происходят такие ситуации, например, на меня кто-то нападает, хотя сейчас эти ситуации свелись, не знаю, вообще к минимуму. Если раньше у меня много было очень враждебных ситуаций, сейчас их вообще практически нет. Но сейчас любая неприятная ситуация для меня это сигнал задуматься, что это сейчас ситуация хочет мне показать, что вообще происходит. То есть я не вовлекаюсь в эмоции, я пытаюсь посмотреть со стороны на то, что происходит. Раньше, конечно, я даже просто, какие мысли, просто сразу с шашкой наперевес бежать, сражаться. Что вы сделали с Аксёдовым, который продал паленую сумку Биркин вам, насколько я понимаю? Ничего я с ним не сделала абсолютно. Я просто написала о том, что это так, и всё. А как он объяснил это? Ну, слушайте, он никак не объяснил, он там долго вилял, говорил, давайте я отдам деньги, потом он их не отдал, давайте я куплю другую сумку, потом он ее не купил. Я как бы сразу сказала, что это этим кончится, потому что он известный мошенник. Я, собственно, это написала для того, чтобы люди как бы, если у кого-то были сомнения, чтобы они не сомневались. Насколько я знаю, это подействовало, и очень многие пошли проверять украшения, которые он продал. Да ладно, и что там выяснилось? Да, и оказалось, что это украшения из говна и палок сделаны, а не из драгоценных материалов. Вы знаете, случаи? Ну да, слышала. Несколько, да. Кто-то продолжил с ним общаться, ну, как бы выбор каждого. Сколько стоила та сумка? Слушайте, вы думаете, я помню? Ну, Биркин. Ну, слушайте, мне кажется, так мелко обсуждать эти вещи вообще. Какая разница, сколько она стоила? Слушайте, важно, что мой ребенок чуть не попал в ситуацию с полицией. Дело не в деньгах абсолютно. Ситуацию с полицией? Конечно. В Париже за поддельные сумки ты можешь, ну, как бы тебя не посадят в тюрьму, но у тебя будут проблемы. А у нас ты дальше продолжишь общаться, вращаться в советском обществе, и все с тобой будут здороваться. В этом и проблема, что у нас нет вообще института репутации. Я просто считаю, что нельзя на мошенничество реагировать, типа, ну ладно, ничего страшного. Нет, нужно сказать, это человек мошенник. Сейчас вас можно назвать полностью осознанным человеком, как вы. Надеюсь на это. Полностью не знаю, но в какой-то степени, наверное, осознанным. А вот вы помните себя до осознанности? Конечно. Конечно, помню. Какой вы были до осознанности? Ну, знаете как, когда тебе 40, и ты помнишь, какой ты был в 20, тебе кажется, что у тебя просто не было головы вообще. А если она была, то в ней была какая-то каша, понимаете, полная. Наверное, я помню себя такой. Ну, что такое каша в голове? Что вы, какие вещи вы делали? Ну, не знаю, я просто делала то, что мне, наверное, как, знаете, левая нога захочет. Как казалось правильным, так и делала. Я, собственно, и сейчас так делаю. Да? Да. Ну, просто уже вооружившись огромным количеством знаний. Вот вся разница. Вот какие практики вы проходите? Мне просто очень интересно поподробнее это узнать. Вот та же самая аскеза. Что она для вас? Слушайте, ну, как я это чувствую, да, вообще самое главное в человеке это намерение, да. И когда у тебя есть жесткое намерение, твердое намерение, что ты чего-то хочешь, ты этого, безусловно, добьешься. И аскеза, это намерение, помогает все время концентрироваться на этом намерении. Потому что, если, например, ты отказываешься от чего-то для тебя очень важного, каждый раз, когда ты это не делаешь, ты вспоминаешь, почему ты этого не делаешь. Понимаете, да, что я имею в виду? Да. То есть ты очень любишь сладкое, например. И взамен, чтобы не есть сладкое, например, три месяца, ты просишь, не знаю, новую машину. Каждый раз, когда у тебя рука тянется к пирожному, ты думаешь, нет, я хочу новую машину. У кого просишь новую машину? Ну, неважно. У себя. Может, ты премии ждешь, может, тебе муж должен подарить, может, любовник. Я не знаю. Может, выиграть в лотерею. Какая разница? Не имеет значения. Но каждый раз, когда ты не делаешь что-то, ты помнишь, я хочу эту машину. Это очень важно все время быть, помнить о своих намерениях. То есть машину можно мыслями притянуть? Нет, конечно. Конечно, нет. Ну, как ты говоришь? Ты от чего-то отказываешься, ты все время вспоминаешь. Так, я хочу машину, я хочу машину, а машины нет. Тут, знаете, какой вопрос. Мне вот некоторые пишут. Я вот взяла аскезу, я выдержала, ничего не сбывается. Потом ты начинаешь выяснять, а что, собственно, не сбывается. А не сбывается, что человек решил отказаться от кофе, и, например, сегодня он получает 100 тысяч рублей, а хочет он получать миллион, и он отказался от кофе на 21 день. Ну, как бы, десятикратное увеличение заработка, это аскезу, которую, я думаю, надо держать года три и отказаться не только от кофе, а от чего-то, ну, понимаете, да, то есть аскеза, она должна очень, как бы, быть равноценна тому, что ты хочешь. Я, например, взяла три аскеза на всю жизнь, но это прямо на глобальные вещи, о которых я, естественно, не буду говорить. Но я брала аскезу там на 21 день, например, от сладкого, от хлеба, но увеличение продаж, которые у меня чуть-чуть просели в компании, и они просто сразу начали очень сильно расти. При этом, ну, как бы, объяснить даже намерением я это не могу, потому что я не генеральный директор, я просто собственник, да, ну, который там приходит на работу, но на продажи я лично не влияю никаким образом. Но тем не менее они увеличились, да, и все люди вокруг меня, которые попробовали аскезы, говорят, Оксан, это работает. Но это работает, если аскеза будет адекватна твоему желанию. А если, как бы, это неадекватно, ну, как бы, странно думать, что почему, типа, ничего не сбылось. Ну, потому что это было неравноценно. То есть, если ты хочешь, чтобы исцелился твой ребенок, недостаточно от какой-то серьезной болезни, недостаточно перестать пить кофе на месяц. Может быть, ты должен перестать его пить на всю жизнь. А может быть, должно быть не только кофе, а, например, мат, или, там, я не знаю, ты можешь взять аскезу от того, чтобы никого не судить. Это очень серьезная аскеза. Потому что самые серьезные аскезы, это не те, которые, там, мы чего-то не едим и не пьем, а это аскезы над мыслями. Это вообще самое сложное. Запретить себе думать? Ну, как-то не можешь запретить. Ты можешь стараться, ну, как бы, ты можешь все делать для того, чтобы не думать. Ты будешь себе запрещать, тебе только еще больше захочется. А почему о своих аскезах нельзя рассказывать? Вы скажете, я никогда не расскажу. Потому что они еще в процессе. Ну, во-первых, они в процессе, если они взяты на всю жизнь. Во-вторых, это такие личные вещи, которые, конечно, там, никого не касаются, кроме моей семьи. Они не касаются материальных вещей, достатка, там, каких-то успехов жизненных. Нет. Но вы, по-моему, отказались от алкоголя. Да. Насколько я знаю. На всю жизнь. На всю жизнь. От мата, от алкоголя, от сигарет. От мата? Да. А как это вы от мата отказались? А если вот что-то хочется, как вы, синонимы подбираете? Ну, теперь, вы знаете, мой язык стал гораздо богаче. Я говорю, я очень взволнована. Серьезно? Да. И получается? Ну, первую неделю это было испытание, потому что, вообще-то, я любила очень ругаться матом. И мой муж, он просто карьеру построил, буквально, на использовании матных слов. И для меня это было невероятно трудно, но сейчас вообще нет никакой проблемы. Осталось, мат про себя. Вот так. Знаете, как причем? Он остался про себя, когда я читаю, что кто-то ругается матом. Ну, матные слова в тексте, я их, естественно, произношу про себя. Вот с этим я пока не разобралась, как это сделать. А если вот нарушаешь аскезу раз и выматерилась, то что? Ну, прошу прощения. И все. Продолжаю, да. Так можно так постоянно нарушить, просить прощения? Ну, слушайте, есть большая разница, когда ты это сделал, там, я шла, ударилась, и у меня вырвалось матное слово. Но я никогда не скажу матное слово специально. Ну, вот опять, или, например, если я отказалась от алкоголя, я не знаю, я пришла в ресторан, попросила безалкогольный мохито, они перепутали и принесли алкогольный, и я выпила. Ну, как бы, это же не моя вина, правильно, мое намерение было чистым. Что бы вы сказали людям, отрицающим все вот это, аскезы, духовные практики и прочее? Пожалуйста, отрицайте дальше. Это вообще ваше право. Я никому ничего не навязываю. Опять же ваш выбор. Конечно. Так же, как сидеть в регионе за 20 тысяч. За 25? Ну, хоть за 10. Всегда. Все, на самом деле, вообще все наш выбор. Даже когда людям кажется, что они что-то делают под влиянием других, это их выбор делать что-то под влиянием других. Поэтому наш выбор вообще все, что мы делаем. Давайте поговорим о вашем замечательном супруге. Давайте, конечно. Это всегда приятно. Я в одном из ваших эфиров услышала, как вы о нем говорите. Так. Это самый лучший мужчина на Земле. Так. Это, не знаю, моя самая главная любовь. Скажите, какие его слова, ваш адрес вам наиболее дороги, ценные и было приятно слышать? Ну, самые главные слова, которые мне дороги в мой адрес, это когда я поправляюсь на 10 килограмм, а он не замечает и говорит, что я так же или что я вижу, что я сильно постарела, он говорит, да у тебя же детское лицо абсолютно. Я считаю, что то, что у него нет глаз, это его самое главное достоинство. Нет глаз. А что он еще не замечал? Ну, нет, все остальное, все, что касается меня как личности, он как раз очень сильно замечает. И для него это самое важное. Я считаю, что это как раз вообще, наверное, одно из его самых главных качеств, что он на меня смотрит прежде всего, как на человека. И ему это очень важно. Скажите, а чьей идеей было возникновение инстаграма диалоги с котиком? У него или вашей? Слушайте, я уже не помню, как это было. Мы уже даже перестали вести, сейчас нам надоело. Тем более, без мата, знаете, особенно не постебешься. То есть, и все, и теперь инстаграма не будет? Ну нет, он есть, но мы даже там что-то хотели записать, не знаю, пару недель назад, какой-то очередной диалог, что-то забылось. Ну, в общем, как-то это стало неактуально. А почему диалоги с котиком именно? Вы никогда не думали, что вы этим как-то принизите статус? Котиком? Поэтому потом и снимают фильмы, что там в этом фильме вы выходите из Сумы, подобрали какого-то кота, потому что у вас инстаграм диалоги с котиком. Слушайте, мы начали называть друг друга котиками, потому что, когда мы начали встречаться, Саша мне сказал, что самые... Вот у нас есть какие-то вещи, которые мы оба не выносим. То есть, когда при мне говорят слово кушать, у меня начинает просто дергаться глаз. Или когда говорят мяско, колбаска, там, вот это вот все. И он сказал, я вообще не выношу, когда люди друг друга называют какими-то уменьшительными, ласкательными прозвищами. Вот так как Саша Сноп, он же из Питера, такой питерский Сноп, и я питерский Сноп. Я ему сказала, ах, ну раз ты это ненавидишь, значит будешь котиком. И... Ну, вы же, я достаточно такой вредный, была человеку, когда мы познакомились. И так как-то это повелось. Вот. И теперь мне, честно говоря, это уже даже не нравится, но уже какая-то привычка, от которой невозможно отказаться. Но вот вы между собой, вот юморите, инстаграмы котики, а на фильм вы обиделись. Почему? Я повторюсь, я не обиделась, я разозлилась. Разозлилась. Ну, потому что, слушайте, когда люди у тебя на халяву причесываются и так далее, и тому подобное, я думаю, они не могут себе позволять или делают тебе мероприятие за бешеные деньги, они не могут себе позволить такие вещи. Для вас это был недопустимый. Ну, я считаю, что это недопустимо, конечно. А вас обижает, когда ваш брак называют мезальянсом? Нет, не обижает. Как вы вообще относитесь к этому утверждению, когда так право говорят? ну, я считаю, что это говорит, наверное, об уровне людей, которые так говорят. А в чем мезальянс? Я хочу понять. Мезальянс в чем? Да. Да хотя бы в уровне доходов изначальном, которые вы... Слушайте, понимаете, уровень доходов имеет значение, если, например, Саша получает, не знаю, 5000 долларов, а я 500, тогда, конечно же, этот уровень, этот мезальянс, но у нас не тот уровень, который позволяет нам вести абсолютно разный образ жизни. Когда мы познакомились, я Саше сказала, смотри, вот я езжу в такие отели, хожу в такие рестораны. Если ты не можешь мне этого обеспечить, у нас не получится отношений, потому что я не буду за это платить, а снижать свой уровень я тоже не буду. Поэтому если как бы ты готов за это платить, пожалуйста, давай начнем встречаться. Он сказал, я готов. Я говорю, хорошо. и все. А дальше уровень доходов... А он мог себе это позволить? Или он там за кредит взял? Ну, он начал работать больше. Стал больше работать. Стал больше работать. Ну, в разы больше. Стал повышать там цены на свои услуги. И все, у него прекрасно получилось. Но ведь в таких случаях еще обычно составляют брачные контракты. Ну, мы составили, естественно. У вас он есть. Конечно. Потому что я об этом услышала в одном из ваших прямых эфирах. Я думала, что это в шутку как-то вы обсуждали. Нет, абсолютно серьезно. Расскажите о брачном контракте. Очень интересно. Как там у вас прописано? Что случилось? У нас прописано, что после развода, если такое произойдет, я надеюсь, что нет, у каждого остается только то, что записано на нем. То есть если мы в браке решим что-то записать друг на друга, это значит, что при разводе мы априори подразумеваем, что это будет делиться пополам. Если мы в браке записываем что-то на меня или на Сашу, это значит, что мы делить это не будем, и это принадлежит тому человеку, на которого это записано. На что Саша сказал, давай я все права на книги перепишу пополам, потому что ты принимаешь большое участие. Я сказала, Саша, не надо давать мне такого шанса, я человек очень агрессивный. Если ты себя поведешь как-то неправильно, останешься бесправ на своей книге, давай они с тобой останутся. И ты даже не думаешь давать мне такое... Несколько говоря. Даже сложно такую картину представить между вами, потому что, когда вы вместе, вы настолько производите впечатление гармоничной пары, которая постоянно друг над другом шутит. Так мы это в шутку, все это весь разговоры, он был очень шут. И вы этот контракт в шутку обсуждали. Ну, слушайте, как-то и в шутку, и всерьез, потому что, когда дело касается денег, я считаю, что вообще не должно быть шуток, да, потому что потом вот женщины сидят и говорят, как же так, я положила на него всю жизнь, а он вот так со мной поступил. И к деньгам, я считаю, нужно относиться в принципе серьезно, это правильно. Он согласился со всеми пунктами? Потому что он не то, что согласился, он мне предлагал, говорит, давай я на тебя запишу свои книги, я сказала, мне ничего твоего не надо, у меня все есть свое, как бы... Он сам предложил подписать брачный контракт, просто справедливо. Ну, предположим, там, я не знаю, вот мы раз... Дело даже не в брачном контракте, а, например, я не знаю, наследствие. Вот, предположим, завтра меня сбивает автомобиль. Но по закону половина достается мужу. Почему должно доставаться мужу то, что я как бы имела до встречи с ним? Конечно, все должно достаться моим детям, например. И такие вещи, естественно, мы обсуждали, и, естественно, это так сделано, чтобы все досталось моим детям. Ну, например, вот такие вещи. Но это нормально, взрослая позиция, эти вещи обсуждать, мне кажется. Вы прочитали все книги своего мужа? Ну, все четыре, или сколько там, три. Они не толстые. Я их... Я знаю... Да, первую книгу я все прочитала. Вторую я прочитала, я получила сигнал, как только мы познакомились. А третья была написана при мне. Я, наверное, целиком ее не прочитала, потому что... Даже четвертая, четвертая. Третья, четвертая я их целиком не читала, потому что я их читала все разрозненные рассказы, потому что они все писались при мне. И Саша мне всегда показывает рассказы первые. Есть у вас что-то любимое из этих вот четырех книг? Какая самая лучшая, на ваш взгляд? Знаете, вот я произвожу одежду, и когда я ее произвожу, к тому моменту, когда она идет в магазин, я ее уже не могу видеть. Потому что мне кажется, что это уже как бы... Что я эти вещи уже носила всю жизнь, не снимая с себя вообще. Поэтому все, что касается Сашиных рассказов, для меня как вот эта одежда, которую я с утра до вечера носила, еще до выпуска в продажу. Конечно же, я от них устаю, потому что я раньше ходила на все Сашины концерты, и через какое-то время я поняла, что я уже просто немного не в состоянии выбирать в себя это все раз за разом. Вот поэтому я чуть-чуть отключилась от этого процесса. Ну, многовато мне этого стало. Вы считаете его талантливым писателем? Я считаю Сашу гениальным, абсолютно, абсолютно гениальным продюсером. Я считаю, что он гений, и то, что он сделал со своими беспрецепными чтениями, это гениально, потому что так просто в наглую, не будучи писателем, взять лучших артистов нашей страны и иметь всегда аншлаги. До того момента, как продавалось 50% зала, всегда были аншлаги, никогда не было пустых мест, всегда была невероятная востребованность. Все фильмы, которые он выпустил, краткометражки, все там собрали какие-то премии и огромное количество просмотров. Что касается литературы, я считаю, что у Саши, безусловно, есть талант, но, безусловно, он не гений, а вот как продюсер он гений. Ну, договориться с Хабенским, который с ним участвует в этих чтениях, это, безусловно, продюсерская заслуга. Конечно. Ну, хейтеры пишут, что это я ему все купила, хотя как бы это началось до встречи со мной. Поэтому я считаю, что, конечно, это было гениально. А как было на самом деле? Как договорились с Хабенским? Насколько я знаю, Саша дружил, что ли, то ли с его продюсером, то ли с самим Хабенским. Ну, короче, у него все эти контакты, вообще все были до встречи со мной, то есть он гений коммуникации еще. Кого он еще планирует привлечь? Я, честно говоря, не знаю, я... Ну, как же вы не знаете? Вы контролируете все? Я контролирую, да вы что? И все его книги выдовывают. Побойтесь бога, какой контроль? Мне суют, говорят, почитай. Нравится? Я говорю, нравится. Какой контроль мне? Куча своих дел, чтобы я еще Сашина контролировала. Что за мужчина, которого надо контролировать? Я вообще не понимаю. Нет, я спросила про, с кем еще удалось договориться, там, я не знаю. Слушай, там такой список, что мы будем перечислять по программе. Нет, на будущее кого ждать, я, честно говоря, не знаю, потому что у меня произносили какие-то имена, я просто так далеко от этого, что я честно вообще. То есть там какой-то список американских актеров. Но если меня сейчас спросите. Американских актеров? Да, которые какие-то Грэмми получали, все такое. Если мне спросите хотя бы одно имя, я не могу. Ну как же было это не запомнить? Это так интересно. Ну мне это неинтересно, на самом деле. Мне интересно, что он успешен, счастлив, я не знаю, востребован. В одном из, опять же, прямых эфиров, в которых я посмотрела с кучей на пандемии ваших и совместных, и вас одной, вы обронили такую фразу, что думаете об общих детях. Да, конечно. Это в силе? Вы думаете? Вы работаете над этим? Ну, знаете, как такой вопрос, работаем ли мы? Мы над этим активно работаем. А вы готовы прибегнуть к услугам? Нет, нет, нет. Не готова. Только естественно? Ну то есть, если не получится естественным образом, значит нет. Значит, не судьба. Да. Ой, я желаю, чтобы у вас получилось. Спасибо. Я тоже этого желаю. А я хотела бы расспросить о вашей дочери. Конечно, давайте. Потрясающе красивая девушка. Спасибо. Просто какой-то нереальной красоты. Чем она занята? Вернее, я знаю, чем она занята. Она пишет, что она бьюти, бьюти... Бьюти-блогер. Бьюти-блогер. Нет, ну еще там какой-то бьюти. Бьюти-энтузиаст. Что такое бьюти-энтузиаст? Слушайте, она сходит с ума по косметике. У нее какое-то просто безумное количество. Ей все это очень нравится. Но кроме этого, она работает у меня в компании, сейчас креативным директором. И вот новую коллекцию, которую... Мою коллекцию, которую я буду впервые выпускать под своим именем, Алина мне помогает ее делать. Она только что закончила институт, университет ИСМОД в Париже. Ваша дочь сейчас вернулась из... Нет, она живет в Париже. Живет в Париже. Сейчас такая ситуация классная, что работать дистанционно больше никого не смущает. И она работает на меня дистанционно. Она закончила в Париже университет по специальности маркетинг в моде, маркетинг и коммерция в моде. То есть она фактически сейчас работает по своей прямой специальности. То есть она нам помогает во всем. Начинает создание коллекции, кончая там маркетинговым планом. Она придумывает модели? Нет, она не придумывает модели, она креативный директор. То есть она дает inspiration, потом как бы в процессе там туда-не туда. Ну и я-то, собственно, тоже этим занимаюсь. А это был лично ее выбор вот работать в вашей компании? Она не хотела что-то свое? Знаете, после того, как она закончила университет, учитывая локдаун, там, ну, как бы невозможно нигде работать, все бутики закрыты. То есть если бы, например, она сейчас должна была бы там, например, проходить практику, да, в каких-нибудь там бутиках, например, да, или в какой-нибудь фэшн-компании. Сейчас ничего не работает. Вот. И она сказала, вот мне, ну, как бы одно дело, когда я училась, ты меня содержала. Сейчас мне там дико неудобно, я не могу из-за этого спать, что ты меня содержишь. Все такое. Я говорю, слушай, ну, давай ты будешь на меня работать и будешь получать те же самые деньги, которые ты получала до этого в качестве зарплаты. Вот. И она обрадовалась, в общем-то. Ну, она сама там зарабатывает какие-то деньги, например, ведением блога, наберет какую-то рекламу. То есть у нее есть какие-то свои заработки, но, вот, скажем так, родительское содержание, а теперь не содержание, а зарплаты. Ну, а какое будущее вы бы для нее хотели? Ведь она не будет, наверняка, до конца жизни работать в вашей компании. А, слушайте, какое бы я будущее для нее хотела? Я хотела бы, чтобы она была счастлива. А все остальное меня, честно говоря, мало волнует. Я, знаете, наверное, не отношусь к тем матерям, для которых обязательно, чтобы ребенок был самым лучшим, самым успешным, там, не знаю, самым знаменитым. Для меня важно, чтобы она была счастлива, что бы это бы не было. Вы все о ней знаете? Она делится с вами какими-то, не знаю, подробностями своей личной жизни? Она уже взрослая девушка. Ну, слушайте, я не думаю, что я знаю о ней все, но у нас очень близкие отношения, очень открытые, очень нежные. И, кстати говоря, они стали гораздо лучше с тех пор, как она уехала с границы учиться. То есть они стали гораздо ближе. Почему? Не знаю, как-то, наверное, больше стали ценить время, проведенное вместе, вообще, наши отношения. У нее есть молодой человек? Да, она живет с молодым человеком уже три года. А кто он? Француз? Он француз, арабского происхождения. Арабского? Да. Когда вы узнали про это, какая была ваша реакция? Ну, сначала мне это не очень понравилось, честно говоря, потому что, скажем так, мужчина мусульманин. Мусульманин? Да, у меня, конечно, вызвал протест, вот, но сейчас я его хорошо знаю, то есть у меня дети, мой младший сын с ним общается прекрасно, мой муж с ним прекрасно общается, он хороший парень, он очень работящий, очень целеустремленный. Он тоже студент, или у него уже есть? Нет, он работает. У него компания по аренде автомобилей. А он укладывается вот эту вашу схему, он сможет обеспечить вашу дочь, например? Ну, как-то сможет, конечно. Ну, он не миллионер, но там он не очень богатый, кстати говоря, и я считаю, что это очень здорово, что моя дочь выбрала мужчину себе, не исходя из того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который, например, есть, а исходя из сердца, да? Ну, слушайте, им всего 20 лет. Ну, а вам тоже было мало, но вы уже тогда... Мне было не мало, я голодала, поэтому это разные вещи немножко. У меня не было тогда другого выбора, и я считаю, что на тот момент это был самый правильный для меня выбор. Но у нее такого выбора нет, и я думаю, что очень правильно выбрать молодого человека с такими же доходами, как у нее. То есть они примерно одинаково зарабатывают. Мне кажется, это очень правильно. А если он предложит или попросит сменить веру вашу дочь, как вы на это отреагируете? Ну, если она захочет, пожалуйста, это же ее право. Вы не против? Ну, слушайте, если она не захочет построить у нас во дворе мечеть, то, в принципе, ничего страшного. Она хочет остаться жить? Ну, она пока не планирует переезжать в Россию вообще. А вы когда-нибудь обсуждали, что ей не нравится в России, например? Все очень нравится, она очень любит Россию, и она сюда, здесь с удовольствием бывает. Она просто говорит, что это мое сердце в Париже, и все. Она всегда хотела жить в Париже с самого маленького возраста. Она всегда говорила, что я буду жить в Париже. Расскажите про вашего сына. Так. Чем он увлекается? Он тоже блогер? Нет, он вообще не блогер. Слушайте, он увлекается политикой, он довольно хорошо в ней разбирается, он хорошо разбирается в истории. А сейчас он даже вдруг начал рисовать, у него появилась девушка, он влюбился, у него любовь. Ему 15 лет? 14. 14? То есть как вы, вот прямо в детстве? Примерно, да. А что это за девушка? Очень хорошая девушка, я знакома уже с ее родителями, и с ней очень хорошо знакома. Она вообще просто замечательная художница. Учится в Англии. Он? Она. А, она учится в Англии, а он здесь? Он здесь, да. Он здесь всегда учился в английской школе, он никогда не учился в Англии. То есть у них отношения на расстоянии? Как раз они начались в карантин, она приехала из Лондона и была все время здесь. Кем он хочет стать? Он делился с вами? Слушайте, мне кажется, в таком возрасте дети хотят стать кем-то, знаете, кем-то совершенно разным. Ну, он, да, говорит, я хочу изменить этот мир, я хочу быть политиком. Я думаю, у него может получиться. А делился с вами какими-то убеждениями политическими? Он бесконечно говорит про политические убеждения. Чтобы он хотел изменить, не знаю, там, в нашей стране. Слушайте, это просто не та тема, которая меня вообще интересует, скажем так, политические убеждения. Поэтому я его Саше сразу передаю, чтобы он с ним обсуждал политические убеждения. Если я не ошибаюсь, вы входите в Совет акционеров Индепендент Медиа. В чем заключается ваша там деятельность? Ну, я вложила туда деньги. Вы вложили деньги. А вы контролируете как-то вот продукты, которые он производит? Слушайте, мы занимались перезапуском «Космополитена». И я в этом принимала непосредственное участие. И все время была внутри. То есть и тексты, и съемки, и все мне показывали. Со мной утверждали. Да, я этим занималась. Сейчас я, после того, как это все перезапустилось, нам все нравится. Я сейчас этим не занимаюсь. Сейчас занимается другой партнер, Марина Оскан. Марина Жигалова Оскан, моя подруга. Марина сейчас занимается с Индепендентом. И она сейчас посвящает этому много времени, потому что она раньше возглавляла компанию Disney в России, а потом работала в Сбербанке. И сейчас у нее много каких-то своих личных проектов. И в том числе у нее есть время уделять время Индепенденту. У меня сейчас просто этого времени нет. То есть если нужно, я всегда включаюсь, но сейчас я как бы меньше этим занимаюсь. Ну, когда в изданиях вашего холдинга выходят какие-то громкие материалы обсуждаемые, вы всегда в курсе этого? С вами советуются там? Вы обсуждаете это? Нет, конечно. Нет. Ну как же, вы вложили деньги туда? Ну, подожди, мы выбрали главных редакторов, а некоторые уже были, когда мы пришли, и мы им абсолютно довольны, и мы не собираемся их перевыбирать. Зачем я буду контролировать каждый материал, когда я выбрала человека, я ему доверила эти издания возглавлять, зачем мне это нужно? Ну, когда он спорный, его все обсуждают. Я имею в виду интервью Юлии Навальной в здании «Харпер Базар». Смотрите, интервью Юлии Навальной не касается политики никаким образом. Оно про женщину и даже про моду. Поэтому я вообще не понимаю, о чем может быть разговор. Если бы это касалось политики или ее мужа, да, в этом случае это была бы проблема, но мы как бы издание, которое не имеет никакого отношения к политике, поэтому я и не вижу никакой проблемы. Но я и не говорю про политику. Вам понравился этот материал? Да, очень хороший материал. Вам импонирует Юлия? Нет, мне не импонирует ни Юлия, ни Навальной. Но я считаю, что это очень хороший материал. Вот вы сами прочитали это интервью, да? А что именно вам там не нравится в ее словах? Нет, мне в интервью все нравится. Я говорю, мне в целом не импонирует ни Юлия, ни Навальный. Я им не верю, мне не кажутся они симпатичными, мне не вызывают они приязни. Я бы никогда не стала голосовать за Навального. Ну, я вообще в целом, наверное, вообще не знаю, когда я пойду голосовать, но если бы я пошла, я бы никогда этого не стала бы делать. А за кого бы вы проголосовали? Ну, я вот, например, ходила и голосовала за Ксению Собчак, когда она была кандидатом. А вы бы хотели, чтобы она снова баллотировалась? Ну, я думаю, что у нее нет шансов, поэтому какая разница. Но в целом, мне кажется, из нее бы получился симпатичный политик. Из Ксении Собчак. Да, она, мне кажется, была бы хороша в этой роли. Которая написала пост о вашей фотографии, где вы сфотографировали свое мнение. Слушайте, ну, у нас в тот момент был конфликт. Ксения как бы пыталась обратить на себя мое внимание всеми способами. я как бы... А я... Ну, как пыталась обратить? Это было проявление эйджизма какого-то скорее, чем попытка обратить. она... Это было вообще все не так немножко. Ну, то есть для окружающих это было по одному, изнутри я... Это все было чуть-чуть по-другому. Меня очень заинтересовала вот одна ваша фраза. Вы характеризовали стиль ведения бизнеса. Что человеку, который управляет кораблем, не нужно знать... Не должен ходить в трюм. Не нужно лезть в трюм и знать, что там происходит. Вот так... А как не знать, что происходит у тебя в бизнесе? Вот только стоять на корабле, управлять, а не понимать, что происходит. Как вы тогда будете вообще видеть картину и ситуацию? А как вы думаете, вот если вы плывете, и вам же нужно видеть море, и куда вы плыветесь, если вы будете в трюме разбираться со скандалами между матросами, и кто почему пол не помыл, как вы будете видеть этот горизонт? Хорошо. Представим, что вы стоите... У вас должны быть там поставлены люди, которые должны разбираться с этими проблемами. А если они все переругались между собой? Значит, вы неправильно выбрали людей. Значит, вы должны следить не за тем, о чем они там дерутся, а за тем, чтобы те люди, которые за это отвечают, не допускали таких ситуаций. Но представим, что вы ошиблись, выбрали не тех людей. Потому что я тысячу раз ошибалась, я в тысячу раз ошибалась и выбирала не тех людей. Но я считаю, что моя задача это стратегия, а не разборки между сотрудниками. Вы признали, что многие решения, в том числе в вашем бизнесе, вы принимали интуитивно? Конечно же, я всегда пользуюсь интуицией, и раньше я ей пользовалась больше. Сейчас я просто считаю, что нужно пользоваться и интуицией, и опытом, и мозгами. Да, так и есть. Много было ошибок? Я бы сказала, что много было ошибок, но много было очень правильных решений. Просто сейчас уже разобраться, какие из правильных решений были интуитивными, а какие из неправильных тоже интуитивными, уже сейчас не предоставляются возможностями. Но я могу сказать, что через 10 лет ведения бизнеса я скорее понимаю, что надо всегда слушать себя, но имея все факты на руках. А вот закрытие бренда Александр Терехов, это было интуитивное решение? Ну, нет, конечно. Это было решение многих очень факторов. Скажем так, после того фильма, о котором мы упоминали, я сразу хотела это сделать. Это было на эмоциях. И я рада, что мы этого сразу не сделали, потому что я, наверное, в тот момент была не готова заниматься своим личным брендом. Сейчас я к этому готова, поэтому все случилось в тот момент, когда это нужно. Но то, что, конечно, я знала, что это нужно все заканчивать, после этого это было очевидно. А заканчивать почему? Ну, слушайте, потому что, ну, знаете, это как брак, который вот вы на любви там все делаете, у вас все классно, все получается, потом как бы любовь закончилась, и уже, в общем, не ладится все. У вас просто закончилась такая творческая любовь? Ну, думаю, да. Думаю, да. Или это были какие-то другие факторы, которые... Ну, и после этого фильма однозначно любовь закончилась. Как он воспринял решение? А это не я решила, это Саша решил. А, это он сам. Да, он был в Таиланде. Мы ему все это время платили зарплату. 50 процентов, но платили. А потом, когда всех выпустили обратно на работу, я сказала, Саша, ну, ты как-то возвращайся. Он сказал, я не могу вернуться. Я говорю, тогда мы не будем тебе платить зарплату. Он говорит, тогда я ухожу. Я сказала, слава богу, уходи. Вот после пандемии вы не раз рассказывали, что ваш бизнес претерпел, было много проблем, и вы что-то закрывали, открывали. Сейчас в каком состоянии все находится? Вы удовлетворены? Сейчас мы допродаем Александра Терехова последнюю летнюю коллекцию и коллекцию Терехов Гео. Сейчас все очень хорошо продается. У нас осталось два магазина, которых мы продаем во времена года и магазин на Рочерской, где у нас был ателье. Мы совместили ателье и магазин. Вот сейчас мы это все допродаем, и в июне мы запускаем мой бренд. Будут отличаться цены? Существенно. В какую сторону? Мы решили сделать, что мой бренд ООО будет такого же качества, как Терехов, но цены будут, как Терехов на распродаже. Да, мы решили сделать небольшой маркап, не такой, как мы делали раньше, потому что раньше был очень большой маркап из-за того, что у нас было много оптовых клиентов. Ну, там такая специфика, что сначала для них делаешь наценку, а потом они же тоже должны что-то наценить, поэтому маркап довольно большой. У нас теперь будет маркап в два раза меньше. Средняя цена на вещи? Ну, 30 тысяч платье. Ну, до этого у нас было 70-100. 30 тысяч за платье. Практически столько, сколько получает вот та самая женщина, которая сделала неправильный выбор. Ну, почему неправильный? Может быть, он правильный. Ты же делай не в правильности, не в правильности, а в том, почему человек доволен этим выбором или нет? Понимаете, когда мне говорят, вы берете за коучинг 100 тысяч, вы вообще в себе, вы нормальная. А вас не смущает, что я за пост в Инстаграме беру 300 или 500 тысяч? А вы столько берете? Да. И много желающих? Ну, достаточно. А вы избирательны в рекламе? Очень избирательны. Я не беру вообще рекламу, если я сначала сама не пробую продукт. Ну, потому что, опять-таки, повторюсь, для меня это несущественные деньги. И я не хочу терять доверие своей аудитории из-за тех денег, которые даже для меня не важны. Ну, даже если бы для меня были важны эти деньги, я не хочу терять доверие, я хочу быть честной. Если я что-то рекламирую, а для меня важно, чтобы я сама этим продуктом была довольна. Поэтому, конечно же, мы не берем всех далеко, мы берем только тех, в чью продукцию мы правда верим. Ну, и я бы сказала, что для меня это, знаете, для меня это даже не ключевой заработок. Это так просто, знаете, это побочные деньги. Просто я считаю, что не брать... Скажем так, когда ко мне первый раз пришли с рекламой, я решила, что это кощунственно отказываться от денег, когда это равноценно чьей-то зарплате. Хотя я могу как бы этого не делать. Оксана, у вас очень долгое время, да и сейчас, причисляют к некоему высшему обществу. Такая элитная прослойка людей... Ну, почему так сразу скачать? Разве это не правда? Не знаю. Как-то меня мало задевает этот вопрос, честно говоря. Я вообще перестала куда-то ходить до еще пандемии. И могу сказать, что вот это, наверное, было одно из самых правильных решений в моей жизни. И я настолько вот не хочу тратить время на эти бесконечные прически, наряды, на эти разговоры, ни о чем, кто где отдыхал, какой отель на Мальдивах лучше. Просто... Но ведь одно время вам это очень нравилось. Нет, знаете, мне никогда это не нравилось. Скорее, я считала, что в связи с своей работой я обязана это делать, я обязана ходить на мероприятия. Никогда не получала от этого удовольствия. Ну, то есть, бывали какие-то мероприятия классные? Конечно, сто процентов. Да, мне было классно, что там на наши показы приходят все абсолютно. Я хозяйка этого мероприятия, все ко мне идут. Там у меня самый лучший фронт-роу, самая лучшая светская хроника. В этом смысле мне это было приятно. Но сейчас это все как бы настолько вот уже, знаете, как съедено, переварено, выплюнуто и прожитое, что мне кажется... Ну, это пресыщение или это сознательное решение? Это все, вы знаете, когда ты все в 50 лет продолжаешь прыгать по мини-50, 42 всего, но даже когда ты в 40 продолжаешь все прыгать на этих вечеринках, вот я сейчас смотрю там Инстаграм, я никого не осуждаю, но для меня, вот если бы я и сейчас продолжала бы вот это все, ну, не знаю, я не понимаю просто зачем. То есть, я понимаю, что для кого-то это образ жизни, им нравится, окей, но для меня нет, я не хочу такой образ жизни вести. В пресыщении вы этим просто наелись в свое время. Ну, точно так же, как я, например, наелась там в свое время какими-то шикарными нарядами, платьями там за какие-то безумные деньги. Я вот хожу в свитере, мне вообще, честно, то есть, я не то, что специально оделась скромно, я просто, то есть, для меня, меня вытащить из свитера, это просто надо, ну, как, я не знаю, что-то сделать, я буду супер упираться и буду говорить, пожалуйста, можно, не надо. Вот если я могу прийти в свитере, я приду, если не могу, можно я вообще не пойду? То есть, уже сейчас представить вас в съемках какого-то клипа, какой-то звезды шоу бизнеса, Ну, конечно, вообще невозможно совершить. А просто зачем? А зачем вам тогда это нужно было? Ведь вы практически в каждом там взять Билан, невозможное, возможно. Я знаю точно, невозможное, возможно. Сойти с ума, влюбиться, так неосторожно. Найти тебя, не отпускать, ни днем, ни ночью. Все невозможное, возможно, знаю точно. Меладзе еще где-то, я вас постоянно видела везде, причем в компании еще Яны Рудковской, которой вы очень близко дружили. Ну, во-первых, мы никогда с ней близко не дружили, мы приятельствовали. Это раз мы с ней снимались в сериале «Клуб» вместе. Потому что мне было тогда интересно все это попробовать. Потом, знаете, у меня все-таки такая очень, скажем так, нестандартная внешность, то есть меня нельзя назвать ни под каким предлогом классической красавицей. И, наверное, мне было там важно как-то утвердиться в образе красивой женщины. Я это сделала, и мне это перестало быть интересным еще вообще тогда. Вы жалеете об этом? Нет, вообще, какой смысл вообще о чем-то жалеть? Это такой хороший опыт, мне кажется. Потом, слушайте, я у многих людей ассоциируюсь со словами «невозможное, возможно». Вообще, о чем можно жалеть? А что невозможное в вашей жизни притворилось в возможное? Да все в моей жизни невозможное притворилось в возможное. Вы просто не представляете, где я была раньше, где я сейчас. Ну, потому что теперь я представляю. И хочу поблагодарить за разговор, за интервью, за очень интересные ваши мысли. Спасибо большое. Надеюсь, что вам со мной было... Да, мне было интересно, хотя были такие вопросы, которые, скажем, потребовали душевных сил от меня ответить. Ну, что касается, например, вот истории с моей первой любовью, я, в общем, никогда никому не рассказывала. Ну, я и сейчас ее особо не рассказала, но все равно есть подробности, которые, скажем так, вообще никто не знает. Все эти расследования смешны, потому что они не знают самого главного, ну, что там на самом деле происходило, это какие-то там обручные слухи. Вот. И я, наверное, хочу сказать всем женщинам, которые это смотрят... Которые будут потом писать комментарии? Нет, которые... Просто которые смотрят, что... Почему, собственно, я занимаюсь коучингом, психотерапией? Потому что очень многие люди живут в ловушке своего прошлого, и это прошлое навсегда накладывает на них отпечаток. И вот они считают себя там плохими, какими-то недостойными. Еще из-за того, что они пережили какие-то сложные вещи. И я как раз... Моя цель и задача показать всем, что это вообще ничего не имеет значения. Неважно, где вы были, важно, где вы сейчас. И вот я уже сказала где-то в середине передачи, что я считаю, что прошлое больше не имеет никакого значения. И я считаю себя человеком без прошлого. Я считаю себя человеком с настоящим и с огромным будущим. И для меня важно, чтобы эта мысль была донесена до многих. Надеюсь, что вас поймут. Да, потому что самое главное это дух человека, а не те обстоятельства, в которых он родился или вырос. Классный финал. Спасибо. Подписывайтесь на канал Супер, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Что тебе не понравилось? Вот какой добросовестный пиарщик. А? Я всем довольна. Что-нибудь лишнее ляпнуло? Нет? Я лишнего и не спрашивала. Ни одного слова? Нет.